Обзор на CryptoHands. CryptoHands это проект, который очень сильно отличается от всего того, что вы видели ранее. И очень сильно отличается от того, что раньше видел я, а я видел немало. Я расскажу вам не только о проекте, но и поделюсь своим собственным опытом участия в аналогичной схеме давно, до появления криптовалют. Если интересно, поехали! Давайте с вами договоримся. Сначала я скажу пару слов про смарт-контракт и как он тут используется, потом про маркетинг системы, а в конце сравню с аналогичными схемами, которые существовали до криптовалют. Везде внизу будут тайм-коды. Погнали! Давайте разберемся сначала, что такое смарт-контракт. Это алгоритм перераспределения криптовалюты. Простыми словами, это кусок кода, который загружен в сеть Ethereum. Особенностью смарт-контракта является то, что после того, как код написан и загружен в сеть Ethereum, с этого момента его никто не может изменить или удалить оттуда. Даже те люди, которые его туда загрузили и написали. Разберем на конкретном примере. Раньше приходилось так или иначе доверять администраторам проекта, потому что какие бы они не были честны, они все равно теоретически могли закрыть проект и сказать всем спасибо, все свободны. Или выграсти деньги из кассы, которые им не принадлежат. Здесь же, помимо того, что проект вообще не берет никаких денег, не принимает, а все расчеты происходят между участниками напрямую, между их кошельками. Здесь фишка в другом. В том, что на сайтах предыдущего поколения аккаунт находился на сайте, поэтому если сайт прекращал свое существование и администрация исчезала, то все. То есть участник строил, строил, строил проект и потом раз и все. Здесь же получается так. Здесь фишка в том, что помимо того, что кошелек Ethereum невозможно заблокировать, так как он децентрализован, но и аккаунт участника невозможно удалить из системы, так как он находится не на сайте, а в смарт-контракте. То есть даже администраторы проекта не могут удалить или дисквалифицировать любого участника. Более того, проект полноценно работает даже без сайта. Об этом позже. Ах да, чуть не забыл. Код полностью открыт и любой программист в мире может посмотреть его и подтвердить, что в коде нет никаких сюрпризов и подводных камней. По-моему, это важно. Теперь, как мы с вами договаривались, разберем маркетинг. А потом я скажу свой личный опыт участия в аналогичном проекте до крипты, скажу подводные камни, на что обратить внимание, ну и мы их с вами просто сравним. Поехали про маркетинг. Начнем с самого начала. Вот есть ты, вот есть твой пригласитель. Регистрация – это факт перевода денег от тебя к твоему прямому пригласителю. Это регистрация или покупка первого уровня. Это одно и то же. Что такое уровни? Сейчас разберемся. Так, как только ты перевел деньги твоему пригласителю, смарт-контракт считает и обрабатывает полностью информацию. Смарт-контракт считает, что да, был такой перевод, этот перевел человек вот этому человеку деньги и этот человек купил первый уровень и он в системе. Помните, да, что на работу смарт-контракта никто не может повлиять, даже администрация системы. Никто его не сможет подкорректировать и он работает только так и никак иначе. Дальше. Как только ты зарегистрировался в системе, у тебя есть первый уровень. Это значит, что ты можешь пригласить в систему. Да, давайте сразу оговоримся. Слово пригласить. Вот меня оно лично пугает. Ну, наверное, есть еще люди, которых оно пугает. Ну, не то, что пугает. Я умею приглашать, но не хочу. Не всегда. Мне это нравится. Здесь есть три варианта дохода. Сразу говорю, можно приглашать, можно не приглашать. На этом мы остановимся чуть попозже. Поехали дальше. Как только ты зарегистрировался в системе, с этой пор три человека могут зарегистрироваться, указав тебя как пригласителя. Только три. Если ты будешь регистрировать четвертого человека, то четвертый становится уже вниз под первого. Личных приглашенных может быть только три. Эти три человека, лично приглашенные тобой, перевели тебя также по 0.05 эфиров. Точно так же, как ты перевел их своему пригласителю. Итого у тебя получилось 0.15 эфиров. Дальше. Каждый из трех человек тобой приглашенных, они же пришли не обогащать тебя, а только обогащать самих себя. И они тоже приглашают по три человека. Или каким-то другим способом получают. Каким способом можно получить еще рефералов, кроме приглашения, мы разберем чуть дальше. То есть эти три человека приглашают еще по три. Сейчас разберем идеальную модель, когда именно по три они пригласили. В жизни там, конечно же, кто-то их меньше пригласит, кто-то глубже структуру построит, они чуть будут отличаться. Возьмем, что каждый человек из трех пригласил еще по три. Каждый из этих человек перевел по 0.05 эфиров также своим личным пригласителям. А потом они переводят, то есть они получили по 0.15 от своих рефералов так, и эти 0.15 каждый из девяти человек переводит тебе. Девять человек умножить на 0.15 у нас получается 1.35. Правильно? Да. 1.35 эфиров. Но чтобы они купили у тебя второй уровень, вот этот второй уровень за 0.15 эфиров, этот второй уровень должен быть у тебя сначала. А как его получить? Чтобы получить второй уровень, и чтобы люди могли покупать у тебя второй уровень, нужно заплатить 0.15 эфиров не своему прямому пригласителю, а через одного человека. То есть получается, для него ты также являешься одним из девяти человек, которые мы перевели по 0.15 эфиров. Тут ситуация складывается такая, что единственный раз за весь проект вся прибыль с уровня уходит на покупку следующего уровня, и у тебя ничего не остается. Это единственный раз, то есть все последующие покупки уровней будут значительно дешевле, чем прибыль из этого уровня. И после второго уровня вы будете постоянно в плюсе. Дальше люди покупают, то есть еще приглашают по три человека и так далее. То есть рефералы на третьей линии от тебя, они покупают у тебя уже третий уровень, а переводят они по 0.45 эфиров. То есть если 27 человек переведут по 0.45 эфиров, у тебя получится уже прибыль 12 эфиров. Дальше за четвертый уровень ты отдаешь 1.35 эфиров. И 81 человек покупают у тебя четвертый уровень за 1.35 эфиров. Итого они переводят тебя на кошелек, то есть не куда-то в систему, а тебе сразу же на кошелек. 109.35 эфиров. До сих пор все кажется логично и понятно, правда? А дальше пятый уровень ты покупаешь опять у своего прямого пригласителя, то есть у своего оплайна первого уровня. И дальше три твоих лично приглашенных человека покупают у тебя пятый уровень. То есть и первый уровень и пятый. Дальше твои рефералы второго уровня покупают у тебя шестой уровень. Ну а ты соответственно покупаешь шестой уровень у своего оплайна второго уровня. То есть ты покупаешь у него и второй уровень и шестой. Ну а седьмой уровень ты покупаешь у оплайна третьего уровня. И дальше тебе рефералы, которые у тебя покупали третий уровень, они же будут покупать и седьмой. Аналогично с четвертым и восьмем уровнем. Понятно, да? Тогда поехали дальше. А дальше мы наконец-то выясним, как еще можно получить рефералов без приглашений. Существует три способа. Первый способ – это привлекать самому. Можно привлекать по реферальной ссылке через сайт, можно привлекать не по реферальной ссылке, просто дать ссылку на сайт без своей ревки и сказать, что когда будешь регистрироваться, там попросят указать оплайн или кошелек эфира или ID. И чтобы пользователь указал, то есть потенциальный реферал указал или твой ID или твой кошелек в момент регистрации. Это второй момент. Третий момент – можно приглашать вообще без сайта. Для этого нужно отправить деньги на смарт-контракт, а в поле input data на сайте найдете информацию, как это делается. Нужно написать кошелек своего пригласителя. То есть система работает независимо от сайта. А сайт только лишь отображает публичную информацию и статистику с этого смарт-контракта. Вот и все. Дальше. То есть это первый способ – личные приглашения. Так? Второй способ – можно получить рефералов от своих оплайнеров. Помните, мы говорили с самого начала, что можно пригласить только трех человек. Четвертый становится вниз под первого. Точно так же, как и люди, которые находятся над тобой, они же не могут мгновенно остановить рекламу, когда у них наберется три человека. То есть некоторые из них специально продолжают приглашать. И у них четвертый человек идет вниз. Это называется перелив. И кому он переходит – правильно тебе. Дальше. Третий способ получения рефералов – это свободные рефералы от самой системы. Бывают такие случаи, когда рефералы регятся мимо реферальной ссылки или у них не было ее изначально. И так далее. Находят через поиск. Ну, причин может быть миллион. То есть человек зарядился не по реферальной ссылке. И такие люди распределяются по порядку с самого начала системы. И есть шанс, что ты получишь этих свободных рефералов. Чем выше ты стоишь в структуре, тем больше шансов, что ты их получишь. Получишь ты их в любом случае – просто вопрос когда. То есть если в системе будет уже миллион человек, то на это рассчитывать уже вряд ли стоит. Но на получение рефералов от четырех своих аплайнов и от личных приглашений, то есть гарантия здесь 100%. И еще такая хитрость небольшая. То есть пока в системе нет огромного количества человек, можно просто региться и ничего не делать. То есть рефералы в любом случае прилетят тем, кто находится в первые тысячи и даже в первых десяти тысячах человек. Это мой личный опыт, мои наблюдения за аналогичными системами. О них скажем чуть попозже. Вот и все. А что потом? Вот представь, у тебя структура большая – 123 рефералов. Ты один раз получил деньги и все. Но это было бы как-то глупо, правда? Поэтому здесь в проекте предусмотрена возможность повтора каждый год. Вот смотри, допустим ты получил уже доход. Несколько десятков или сотен допустим тысяч долларов. И неужели ты не хочешь купить заново первый уровень за какие-то копейки, пойти еще заново, не привлекая больше никого, потому что рефералы-то у тебя есть. А глупо получать этот доход один раз, когда можно и получать его каждый год. И вот здесь создатели проекта это предусмотрели. Респект еще, ничего подобного я не видел раньше. Вот. И потом я на сайте смотрю, сейчас идет дальше пункт гарантии. То есть то, что никто не может заблокировать ваш аккаунт, мы восстановить выплаты или поменять ваш кошелек на другой. Мы об этом уже тоже сказали. По сути, такие гарантии раньше не было даже близко, а теперь они есть. То есть это не будущее, это вот настоящее. Важный момент, на который стоит обратить внимание. Конечно же, не все рефералы будут продлевать уровни каждый год. То есть смотри, ты делал структуру, делал, 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 раз, некоторые рефералы и не стали продлевать. Причин может быть много. Кто-то потерял свой доступ к своему кошельку, кто-то там забыл. Ну, много может быть причин. Допустим, на практике не все будут продлевать. Так? А теперь фокус. Чем меньше людей остается в твоей структуре, тем больше твой доход. Как это происходит? Разберем на примере. Допустим, у тебя есть вот этот вот реферал четвертого уровня, который по каким-то причинам не стал продлевать, через год перепокупать уровни. Что произойдет? Ты получаешь остальные 80 переводов других своих рефералов, да? А вместо этого одного ты получаешь все его 80 переводов, которые должны были принадлежать, то есть которые должны были предназначаться ему. Вот таким образом растет доход от каждого неактивного реферала. Но тут нужно понимать, что если ты сам по каким-то причинам не купишь вовремя уровень, деньги также начнут лететь через тебя. Но волноваться здесь не стоит, потому что в любом случае твои рефералы реагируются позже, чем ты, а уж тем более рефералы четвертого уровня. Поэтому у тебя будет огромное количество времени, и заблаговременно это можно будет тысячу раз предусмотреть, чтобы таких ситуаций не было, чтобы вовремя покупались все уровни. Это не проблема. Ну и теперь, как договорились в начале, делюсь своим личным опытом. Участие в точно такой же схеме, но не на криптовалюте. В чем разница? И что мне удалось тогда поймать с этого в плане дохода? Какие были подводные камни? И в чем разница с этим проектом? Поехали! Да, сразу говорю, схема рабочая. Деньги здесь есть. Более того, это моя любимая схема из всех, которые я когда-либо повидал. Она достаточно простая. Здесь фишка в том, что нет рисков. Здесь фишка в том, что небольшая цена входа. Здесь фишка в том, что сразу же ты получаешь все деньги обратно после первого реферала. Хотя и так вход был небольшой. Очень-очень много преимуществ. Тема действительно рабочая. Я в 2012 году участвовал в аналогичном проекте, только там не было повторов. Мне удалось там сделать... Сейчас скажу, там вход был 3 доллара тогда. И мне удалось сделать порядка 40 тысяч долларов. То есть первый месяц там ничего не происходило. Второй как-то так. И вот в конце второго месяца началась уже конкретно движуха, когда дело до четвертых уровней дошло. Вот. И я помню, что за месяц у меня вышло порядка... Сейчас скажу сколько. Порядка 20 тысяч долларов. И еще за полмесяца где-то еще столько же получалось. Около 40. Но. То есть на тот момент мне казалось, что это много. То есть на то... Более так скажу одну вещь. Так исторически сложилось в моей жизни, что до этого я чем-то занимался. После я чем-то занимался. То есть были гораздо большие доходы, гораздо сжатые сроки. Но там были риски другие. А эта система остается моей любимой. Потому что здесь есть деньги и нет таких вот рисков. Что произошло потом? Потом, когда я получил порядка 40 тысяч долларов. Но вы не забывайте, что там вход был намного меньше. То есть здесь я скажу сколько можно получить. Мы с вами вместе посчитаем. То есть после того, как я получил около 40 тысяч долларов с этого проекта, когда вложил три, где-то через месяца три, четыре, доход начал постепенно чуть-чуть уменьшаться. А все деньги начали уходить вглубь к рефералу. То есть рефералы мои зарабатывали, были довольны. А я с тех пор больше не зарабатывал. Вот тогда мне в голову и приходила идея. Это называлось не репит. Это называлось абоненткой. Я сам лично писал письмо. Просил админов сделать абонентку. Но они... Я не понял, за что они отвечали. Даже абонентки там не было. Даже в помине. Потому что хотелось каждый год делать столько, сколько ты сделал в этом проекте уже. Тем более терять рефералов. Зачем? Рефералы-то уже есть. Можно просто перепокупать уровень все вместе и все. И всем от этого будет только лучше. И не только я один так считал. То есть достаточно много людей было, лидеров уже, которые заработали по миллиону рублей и более. Но это в долларах лучше считать, когда рубль был другим. Тоже которые сделали больше 30 тысяч долларов, больше 40 тысяч долларов там были люди. А потом проект взломали и он сдох. Так если бы тогда были смарт-контракты, то проект невозможно было бы сломать и он работал бы до сих пор. Вот. Если были бы повторы, то это будет... то это было бы еще круче. Теперь давайте разберем по полочкам вообще в чем разница того, что происходило тогда до крипты и то, что происходит сейчас в мире децентрализации. Криптовалюта эфириум решает все проблемы, которые были в том проекте, где я участвовал давно, до криптовалюты. Например, то есть то, что аккаунт нельзя заблокировать, я уже сказал. То, что сайт нельзя взломать и уничтожить базу данных, которой попросту нет, я уже тоже сказал. Нельзя взломать сайт, нельзя взломать аккаунт, там нет пароля даже на сайте. Все, то есть там только логин без пароля. Дальше. То, что тогда не было повторов, а здесь есть, я уже тоже сказал. Ну и напомню, что система работает без сайта. То есть я наблюдал, как CryptoHands продвергся DDoS-атаке и несколько часов не работал. За это время были регистрации. То есть, чтобы зарегистрироваться без сайта, нужно отправить на смарт-контракт сумму и в поле импу дата оказать адрес оплайна. Ну и то, что там, где я участвовал, были ручные подтверждения, а здесь все на полном автомате мгновенно. Я думаю, в 2019 году этого даже уже и упоминать, наверное, не стоит. Правда? Еще сюда стоит добавить, что раньше платежные системы блокировали кошельки участников. В том, что я участвовал, использовала система Kiwi. В рамках этого проекта, в котором я участвовал, Kiwi не блокировала мой кошелек, но было полно участников, у которых Kiwi заблокировала такой кошелек. Вот. У меня Kiwi увели за все время около миллиона рублей за несколько лет. То есть там два раза они заблокировали два аккаунта у меня по 200 тысяч, где лежало. И там куча просто аккаунтов, где лежало по 20-30 тысяч рублей. И все. Эти деньги больше не верны. В случае с Ethereum никто не может заблокировать ваш аккаунт, потому что Ethereum также децентрализован. То есть единственное, что может случиться, вы можете потерять доступ к кошельку, это уже отдельная история. Но заблокировать ваш кошелек никто не может. То есть вы навсегда остаетесь в этом проекте. Ну, как навсегда, то есть сколько захотите. Никто из вас, никто не может вас оттуда выгнать. И никто не может вас в детскую инвестировать или заблокировать ваш кошелек вот вот это именно та совокупность факторов почему я участвую в этом проекте к слову тогда у меня получилось от цены входа миллион процентов и сейчас я не вижу причин не сделать эти же миллион процентов которые будут еще больше расти и повторяться каждый год при том что у системы нет срока жизни и нет оттока денег по сути она бесконечна давайте теперь с вами прикинем сколько можно вообще отсюда поднять то есть какие вообще есть варианты привожу свой личный пример опять то есть тогда заплатив 3 доллара за вход я поднял за несколько месяцев 40 тысяч долларов что составляло пять процентов от максимальной заявленной суммы в проекте здесь максимальная сумма это 10 тысяч эфириумов 5 процентов от этой суммы это сколько это получается 500 эфиров я сейчас на калькуляторе посчитал сколько это в долларах это получается порядка 125 тысяч долларов если эфир сейчас сохранить свою цену но эфир же может и он конечно может уменьшаться в цене но он может и расти в разы он вырастал уже в 5 раз от текущей цены 125 тысяч долларов это если сделать столько же сколько я тогда сделал а тогда был проект с ручными подтверждениями слишком долгий с русской платежкой ограниченный только одной страной он был только русский и одноразовый без повторений ну а сейчас понятное дело естественно можно гораздо больше если эфир еще вырастет то есть можно сделать и 500 тысяч долларов да что там 500 миллион каждый год а лучше 12 миллионов чтобы по миллиону в месяц по миллиону долларов каждый гребаный мать его месяц ну и вишенка на торте а из чего складывается доход администрации сайта сайт не берет никаких комиссий админы участвуют также как обычные пользователи на абсолютно таких же правах но естественно находятся на самом верху это понятное дело более того админы не гребут деньги со всей системы они получают доход только с ближайших четырех линий своих рефералов а дальше им уже ничего не остается они получают столько же сколько обычных пользователей доход админов сравним с доходом активных пользователей если подрезюмировать все у меня складывается впечатление что эта система она существовала до сих пор была уже придумана людьми тогда но криптовалюта придумана относительно недавно и вошла в обиход совсем совсем недавно у меня такое ощущение что этот проект буквально ожидал своего часа и дождался друзья будущее уже наступило и по моему знаете что это круто